Тогда вы можете все плечо Вертикально У каждого своя точка съемки Например, если у меня точка съемки вот здесь А верхний трос вот там Какое движение я должен делать? И где у меня должен быть Я буду делать движение Это единственное, что я могу сделать Соответственно, чем выше у вас точка съемки Чем больше райзенок у вас между верхним тросом, а более отъемок Тем дальше от себя вы можете позволить себе обрабатывать мяч На нападающем ударе, чтобы воздействовать на верхний трос Если у меня точка съемки, а не трос Ну, то у меня есть смысл на вас действовать на верхний трос Потому что у меня все эти два В основном разница между точкой съемки и верхним тросом Хотя если вы играете на данном тросе, то будет другая разница Поэтому это важно Значит, когда вы делаете накат, постарайтесь, чтобы вас связь был ближе к ключевому суставу Когда вы делаете нападающий удар силовой, постарайтесь, наоборот, чтобы как можно дальше Потому что вы можете вкладывать вот это движение Опускать его на активный нападающий ударе Важно, чтобы на них были руки, ну и сверху Потому что вот здесь очень сложно нападать в верхний трос Соответственно, физика вращает очень много недостатков техники Вы качаете вот такой прыжок, что любое нападающее действие переводит на бурочка Просто нужно прыгать по поиску Теперь мы делаем нападение под сетку песок То же самое, Илья, встань подброс Мы делаем подброс Смотрим наверх Видим ромбик Но мяч мы отрабатываем чуть-чуть дальше Вот сюда Опять постарайтесь взглядов не переводить Поехали 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 И по верхней части мяча Дальше от себя И по верхней части мяча Дальше от себя Оставляем руку наверху Поехали! Когда уже берем вперед точку съемки. Мы делаем движение опять плечо, предплечье и оставляем руку на месте. Опять отводим тромбик. Плечо, предплечье, кисть. И оставляем руку на месте. Вбросили, тромбик. Оставляем руку на месте. У нас кисть работает. Не плечевое движение у нас должно быть, а частевое. Сделали ромбик, плечо, предплечье кисть. Сделали ромбик, плечо, предплечье кисть. Каждый раз оставляем руку на месте. Смотрим, куда мы, Артем? На верх, на верх, на верх смотрим, да? Место, где мы касаемся мяча, смотрим. Хорошо, Илья. Гляд, не опускаем. Чуть дальше от себя дай мяч. Дальше от себя мяч. Дальше от себя мяч. Дальше от себя мяч. Дальше от себя мяч. Вперед чуть-чуть пробросьте. Вперед чуть-чуть пробросьте. Так, стоп. Когда я вам говорю, каждому ближе к себе обрабатываете мяч, вы все бросаете вперед. Да, и начинаете накат делать вот отсюда. Сейчас я говорю, отбросьте наоборот от себя мяч, как можно ближе к себе бросать. Сейчас чуть-чуть подальше и догоняем мяч. Догоняем мяч вербом вниз. Дальше из всех. П zamik самик. Я не знаю, что я еду. Я не знаю. Я не знаю, что это. Прямо? Но проблема в том, что, когда вы смотрите на мяч, и вы такой вот, я сама сейчас делаю или нет? Нет. Как нет? У меня локоть обведённый. Но, тем не менее, вам почему-то очень многим нравится, вы его делаете. Локоть должен быть высокий, да? Для того, чтобы обеспечить движение сверху вниз, нам нужен высокий локоть. Смотрим у нас на работу, на работу смотрим, на локоть. Он у нас сходит по горизонтали, да? И когда мы его здесь фиксируем, у нас предплечья кисти идут сверху вниз. А когда мы отсюда локоть несём, у нас движение локтя уже снизу вверх. Какое мы можем движение отсюда сделать сверху вниз, когда у нас локоть идёт вот отсюда? Вот мы делаем. Какое движение? Плечевое, да? А нам нужно сделать кистевое движение. Выше локоть ставьте, кистевое движение. Локоть повыше поставили, должны визуально его проконтролировать. Именно поэтому мы делаем упрощённый вариант. Ромбик, а не вот этот движение. Потому что если мы вот это движение сделаем, вы будете делать, скорее всего, вот так. Вот ставим ромбик и контролируем визуально обе руки. Снизу ложить на мяч. Хорошо. Снизу ложить на мяч. Отлично. Да. Отлично. Давай, давай. 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 Ай. Ай. Ааа. Аааа. 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 Так, стоп. Давайте ещё раз. Аааа. Мы делаем движение жёсткой частью, и у нас волна идёт в форм, передаётся по мягкому плечу. Если вы своим вот этим гнутом делаете вот такое движение, что куда у вас передаётся? Ничего никуда не передаётся. Мы должны вот эту жёсткую часть плечом. Мы делаем плечом движение. Разгоняем всю остальную часть, которая у нас есть. Мягкая в локте, мягкая в кисть. Да? Мы делаем движение вот сюда. Отсюда делаем движение. И раскладываем. Раз-два. И ни в одно движение, ни в одно движение. Как палку. Раз-два. Раз-два. Здесь вы должны посчитать, в какой момент вы должны начать движение. Вот это. Раз-два. Чтобы попасть по мячу. Да? Естественно, если вы привыкли делать одно движение. Посмотрите. Вот это. У вас тайминг другой. Да? Но это уже не удар. Это уже толкание мяча практически. Вот это движение, оно требует больше времени. Поэтому начинать его нужно раньше, чем вы привыкли. И опять я делаю движение. Раз-два. Раз-два. Сейчас попал пальцы. Если бы я чуть-чуть раньше начал, то у меня было уже такое движение. Кончики пальцев. То же самое чувствуем. И раз. Полноценное движение делаем. Раз-два. Раз-два. Не в одно движение. Две фазы. Раз-два. 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 И смотрим обязательно. Стоп. Наверх. Наверх. И вниз. Спасибо. 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 Здесь смысл какой. Чем сильнее вы пытаетесь ударить плечу, тем подсознательнее вы будете больше использовать плечо. Чем больше вы используете плечо, тем хуже работает тись, потому что она раскрывается. Когда вы плечо здесь перестаете использовать, оно как бы на препятствие напекается. Вы разгоняете, здесь препятствие. Тись закрылась. Все. Вы попадаете сверху. Плечо пошло, кисть открылась. Плечо не пошло, кисть закрылась. Мы в момент, когда касаемся плеча, останавливаем плечо и работаем кистью. Опять делаем две серии по пять. Один нападает. Постараемся сверху вниз бивать мяч быстро в движении. Шахматный порядок должен делать. Вперед не летим. Выше, выше, выше подброс. Смотрите, вы должны учиться мячи сбивать так, как вам делают передачу. Вот вам делают передачу. Высота пошла. Такие мячи примерно разбиваем. Передача. Ближе к сетке только, ближе к сетке. И по верхней части. Довольно клопать. Давай. Лопать раньше поднимаем. Без паузы. Без паузы. Без паузы. Паузы. Андрей, находи на мяча. Плотнее, плотнее. В одно движение делаешь, Артём. Движение не раскладывается. Поднял. Сначала. Сначала. Еще. Два движения. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Нет, надо раньше, раньше, раньше. Натолько раньше. Давай еще один. Опять в одно движение. Приезд не забываем. Приезд. Приехали. Приехали. Вот, это неплохо, ребята. Кисти, 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 кисти. Укрываем, не закрываем. Выше подрос, давай сделаем. Лево. Не идем. Право, брошайте. Выше, Артём. Не успеваешь ты на такой мяч. Кистью. Клечо убираем. Клечо убираем из движения. По верхней. По верхней только. По верхней. Дайте мяча. Смотрим на мяч, попадаем в мяч. Выше, Даня. Выше подрос. Стань за мячом. Стань за мячом. Дай в руки мяч, ты по земле. Я кидал. Не на излете. Андрей. Раньше. Считай. Прыжок раз. Удар два. Раз. За. Подойди на мяч. Более-менее мотаж. Ж syllabus. Чёрный адрес. Я кинул. К jouстiu. Мяч, мяч, мяч Я только 4 ударил Влево, не бросай мяч Хорошо, лево Пусть правее Ребята, съедите мяч Влево, не совпадают Слышите мяч Слышите мяч Слышите мяч Слышите мяч Влево Скорость Подкладывай Слышите мяч На мяч смотреть вперед Влево Каждый раз Раньше нужно прийти, выше бить мяч, выше бить мяч, а раньше прийти, раньше все движения не делали, а у тебя уже мяч опустился под тросом, ты здесь делаешь это. Смотри, закрывай кисть. Вот это и делай. Мяч процесс. По верхней части мяча, ни по задней, ни по нижней, тем более. Глюх, ты! Вот сейчас хорошо, Андрей, молодец. По верхней, по верхней. Давай, по верхней. Смотрите. Иди! Ааа, устал. Давай ты. Хорошо. Все, закончили. Уже маленький перерыв, подыхай. Давай, давай, доделай. Не, проверьте, выбросайте. Допустим, блин, блин, шケфер. Трэш. Фронтали.. На .. Утром... Продолжение следует...